Физической подготовке этих баскетболистов можно только позавидовать. Спортсменам уже за 50 лет, но энергии им не занимать. Несмотря на возраст, они способны часами играть без устали. В начальном этапе первенства Центрального федерального округа среди ветеранов участвуют 5 команд. Кроме сборных Москвы, Тулы, Брянска, Калуги и Московской области вне общего зачета идет команда из Челябинска. Многие из спортсменов «Матичинский строитель» приезжают регулярно. Испытываю радость от победы, радость за ребят, что играли очень неплохо. У нас первая игра в этом сезоне. Новый коллектив. Ребят все такие опытные. Мне всегда нравится в этом комплексе играть. Прекрасный зал, прекрасные кольца, болельщики. Стандартный матч состоит из 4 раундов по 10 минут каждый. Благодаря игре в баскетбол зрелые мужчины могут по-прежнему получать спортивные амбиции. Они уверены, что их бодрая борьба станет примером для подрастающего поколения. То, что ветераны еще выходят, старше 50 лет выходят и играют в баскетболах, они просто показывают пример молодежи, что должны выходить, заниматься спортом и продлевать, не сидеть где-нибудь там за гаджетами или еще где-то, а приходить на стадионы. В следующие три месяца ветераны проведут в гонке за абсолютное лидерство по забитым очкам. Финальный этап первенства Центрального федерального округа пройдет в День защитника Отечества. Евгений Ощепков, Александр Соломкин, Первый Матищинский.